Привет, друзья! Ну вот что мне Сергей Степанов написал, передал ссылку. Я вам сейчас прочитаю. Предсказание Николы Тесла о нашем времени и о технике будущего. Я очень люблю Теслу. Очень люблю Теслу. Он тоже входил в состояние, отключался от всего и там прорабатывал свои вопросы. Между сном и бодрствованием там рациональное и нерациональное синтезировалось таким образом, что он там проникал в какие-то тонкие миры, как говорит сейчас по-модному, там между мирами. Ну, сбрасывал штампы авторитета и стереотипы страхи, зависимости и открывал новое. Ну вот, смотрите, друзья, вашему вниманию предлагается фрагмент из выступления одного из уникальных личностей в истории нашей цивилизации. Никола Тесла по случаю ознакомления запуска электростанции на Диагарском водопаде Буффало в клубе «Эколот» 12 января 1897 года. Отметьте для себя, в 1897 году он сказал. Я могу вам точно сказать, что не скоро все мои технологии войдут в жизнь человечества. Я даже могу точно назвать вам дату. Это случится в 2018 году, когда в наш мир придет высшая сущность Абсолюта. Да-да, дамы и господа. Это не фантастика. Именно сам Абсолют начнет учить людей летать и становиться бессмертными. А мы чем занимаемся? Учим летать, состояние невесомости, летности и так дальше. Это так же точно, как и то, что я умру в 1943 году, дамы и господа. Золотой век наступит точно в 2018 году, дамы и господа. А весной 2017-го Абсолют начнет вытаскивать все человечество из спящего состояния. А мы чем занимаемся? Школа Человек Будущего? Так, дальше, дальше. Не буду перебивать слова Теслы. Все человечество тогда будет стоять на грани невероятного опустошительной войны. Да-да-да, вам только кажется, что будущее невозможно знать, мои дорогие. Я там был. Я был там моим разумом. А мой разум абсолютно ясный и не лжет мне. Благодаря ясности моего разума я путешествую в другой мир. В мир будущего. Туда, где вождь всех народов Земли по имени Ау вознес человеческий мир до сфер фантастических технологий. Позвольте человеку сконцентрировать всю свою энергию в один великий порыв. Дайте ему понять одну единственную истину. Даже если его поглотит священное пламя, и миллионы менее одаренных людей легко смогут следовать за ним. Поэтому главным образом не количество, а качество работы определяет размах прогресса. Это именно абсолютный абсолют. Это он вновь проводил широкий дух филантропии, который даже в старые времена снял в учениях великих реформаторов и философов. Сиял, сиял, сиял в учениях великих реформаторов и философов тот дух, который заставляет людей во всех областях и на любых должностях трудиться не столько ради материальной выгоды или вознаграждения, хотя разум может говорить и об этом, сколько в первую очередь ради успеха, ради удовольствия от достижения и ради добра. Которые они могут принести этим своим собратьям. Ага. А мы и занимаемся в школе Человек Будущего. Видите, по времени как совпадает его прогноз. Интересно. Очень интересно, правда, друзья? Мне иногда задают вопрос, почему вы не расширяете свою школу, почему вы не делаете там ролики про политику, потому что там кто говорит о политике, и там всякие, допустим, чебурашки рисует, там и прыгают, и дергаются, что привлекает внимание. Почему вы так не делаете? Ну, потому что если говорить о политике, я глобальный политик. Как и те, которые думают о мире, а не борются за властью. Потому что борьба за власть – это и есть политика. А мы, друзья, с вами создаем науку человечности, потому что именно, именно. Недавно смотрел, недавно, вот, как раз-таки 130 стран, там 8 или 10 или 12 переводчиков на весь мир вещают, о чем мечтали пророки. Так вот, о чем Тесла говорит. Мечтали пророки именно об этом, о том, чтобы духовное начало в человеке – человечность, человечность. А мы создаем совместную науку человечности. И мы как раз создаем за счет состояния внутренней свободы, от страха, штампов, стереотипов, комплексов. Состояние внутренней свободы – это и состояние творца. Ну да, мы же как раз и занимаемся, помимо того, чтобы учить людей снять стресс, эти оковы, раскрепощением, приемами синхронизации, действий, соответствующие текущему состоянию каждому, чтобы он не тратил свою энергию, чтобы он мог легко находить ответы на волнующие вопросы. Когда он переживает, например, переживает, о чем он переживает, сопровождают это синхронизирующими приемами, ключа. Короче говоря, вот эта вот конференция всемирная, вот эта была много стран, там 130 стран, много переводчиков выступают, выдающиеся там люди, и ученые, по-моему, и священники, и мулы там выступают, и говорят о том, что пророки как раз говорили об этом. Да, дух человечности, чтобы был, человечность, чтобы была. Но они другими словами говорили, но суть-то в этом, об этом и Моисей говорил, и говорил Христос, и говорил Будда, и говорил Магомед. Ну, каждый век говорит по-своему. Я уже говорил это на роликах, и сейчас очень много людей, которые и фантазируют на эту тему, они же понимают все сегодня, во всем мире, что цивилизация вошла в тупик. В тупик. И все ищут какие-то пути выйти из этого тупика, и как раз-таки вопрос такой обсуждают, и какие-то провидцы там обсуждают на языке эзотерики, еще какие-то там группы создаются в интернете, которые постоянно претендуют на то, что они знают истину, и тоже демонстрируют эту же конференцию, каким-то образом там. Но на самом-то деле, на самом-то деле у них-то технологии нет. Технология ключи у нас, в школе Человек Будущего, Homo Futurus. Это же наша, ну, как говорится, основная направленность деятельности, и наше изобретение, это же я создал еще. Я же космист по своему мышлению, у меня же такое планетарное, и выше, и выше, и дальше космическое мышление. Да, как у Циолковского, да, как у Менделеева. Мы же космические понимаем вообще, что мир лучшей войны. Ну, Толстой же тоже был космист, вот и не знал об этом. Все люди, которые нормальные, они думают не только о себе, они думают и о ближних, и о человечестве. Они все космические, да, все нормальные люди, потому что у нормальных людей психика здоровая. Нормальный человек, это человек, который хороший, не деформированный страхами, комплексами, стереотипами. Поэтому технология-то у нас, в нашей школе. И я уже больше не буду говорить, подписывайтесь на канал YouTube, или не подписывайтесь, это дело каждого. Мне, по сути, уже, как говорится, неинтересно говорить об этом, потому что я знаю, и Тесла это сказал. Тесла это сказал, что именно появятся люди, которые будут говорить об этом. А мы еще и действительно, он прав. А я ей дам технологию Тесле. Я дам технологию Тесле, как он входил в это состояние, отключался от всего. И сосредоточенный между сном и бодрствованием. Об этом состоянии. Я вот на вебинаре следующем, который будет. А вот завтра у нас, 27 числа, в 20 часов, бесплатный ликбез. Выходите с зумами туда, и мы получим ответы на многие вопросы. Конечно, конечно. Давайте, друзья. Главное – состояние Творца. Состояние Творца можно получать только... Я же показываю шкалу от 10, от шторма, мыслей, от суеты, мыслей, от холоса к безмятежности. 10 и 0, нулевое состояние выходить туда. Дефолт работы мозга. Ну, по-современному так говорят, по-модному. На самом деле, свободное состояние сознания. О чём говорил Будда, Магомед, Моисей, о чём говорил Христос, Царствие Божие внутри вас есть. Да. На самом деле, об этом говорил и Хаббард. Ну, многие-многие люди, многие учителя... Гуджи об этом говорил, что человек биавтомат, а что надо стать осознанным. Да, но все великие учителя говорят об одном и том же, друзья. Об одном и том же. А вот сейчас как раз-таки наступил тут век. Время перемен. Когда все старые, старые школы, традиции, технологии и религии, они сейчас уже стали беспомощны. И поэтому нужна наука человечности. Определить эти понятия Творца. Я хочу, чтобы вы провели связь логическую. Человек, человек, по сути, творец. И нормальное состояние человека, творческое, созидательное, а не только вызывательное. Когда стресс... Голодный человек не может думать об изобретениях. Он думает, где взять кусок хлеба. Когда он стресс, он тоже ни о чём думать не будет. А наша методика и наша технология, которая состоит из нескольких частей, самое главное, учит человека быть самим собой, вопреки обстоятельствам. Открывать свои способности и общаться с себе подобными по разуму. не только там искать космос и брать их по разуму, а здесь. И входить в такой диалог и общение, который называется синергетическим, который доставляет удовольствие и в котором создаётся всегда новое. С какой бы темы мы ни начинали, всё равно нормальные люди соберутся, всё равно придумают что-то интересное. Но стоит затесаться среди них хоть одному примитиву. Все усилия уйдут, как в песок. Дай хлопать, потом не оберёшься. Это вам мои афоризмы. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok